Добрый день, коллеги. Прошу всех садиться. Мы сегодня с вами собрались по очень важному вопросу, который находится в эпицентре внимания все последние дни. Наше совещание посвящено социально-экономическому развитию новых регионов нашей страны, а именно Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Нам нужно вместе выработать конкретные, последовательные и разумные шаги по полномасштабной интеграции Крыма и Севастополя в государственную, экономическую и правовую систему нашей страны. Чтобы наши новые регионы стали российскими не только по своей политической и правовой природе, но и в смысле стандартов жизни. Чтобы люди, которые живут в Крыму, обладали теми же возможностями, теми же правами, теми же гарантиями, что и все граждане нашей страны. Наконец, чтобы на полуострове чувствовали, что они часть большой, сильной и надежной страны. Именно об этом, я уверен, думали крымчане, когда делали свой исторический выбор. Поэтому каждый присутствующий за этим столом вице-премьер, министр, федеральное министерство, которое это лицо возглавляет, руководитель федерального органа исполнительной власти, несет полную ответственность в рамках своей компетенции за ситуацию в Крыму. И поэтому в ближайшее время все министерства и ведомства должны будут подготовить и представить конкретный план действий по своему профилю до конца года. Теперь о задачах, которые стоят перед нами. Первая очередная задача – наладить систему государственного управления новыми территориями. Таково поручение президента на эту тему. В Крыму действуют свои органы власти. Предстоит в кратчайшие сроки переформатировать их по российским стандартам, причем без остановки их деятельности и тем более ухудшения качества их работы. Уже завтра все министерства и ведомства должны определиться с созданием на полуострове своих территориальных органов. В соответствии с теми правилами, которые действуют в других субъектах нашей страны. Естественно, базой для них станут аналогичные ведомства Республики Крым и города Севастополя. При этом нужно, чтобы служащие в срочном и в обязательном порядке прошли переподготовку по общефедеральным правилам. И, конечно, освоились с нашим российским законодательством. Хочу обратить внимание еще на один момент. Территориальные органы должны быть компактными. Нельзя допустить создание новых, ничем не оправданных бюрократических структур. Мы обсуждали это. Можно было бы пойти и на проведение целого ряда управленческих экспериментов. Разумных, конечно, экспериментов. С тем, чтобы как раз, может быть, в Крыму и в Севастополе обкатать новые технологии, которые впоследствии, наоборот, уже тиражировать на других территориях Российской Федерации. В еще большей степени это касается правоохранительных и судебных органов. Поддержание общественного порядка в переходный период имеет огромное значение. Особенно учитывая возможные провокации со стороны различного рода радикалов. Организацией обучения служащих прямо на месте в Крыму займется Российская Академия Народного Хозяйства. И, конечно, очень важно наладить тесные личные контакты с коллегами в регионе. Я надеюсь, что все это сделают. Те, кто не сделал, потому что многие уже находятся в прямом контакте. Нужно их психологически поддержать, помочь им создать правильную атмосферу для работы. Огромное значение имеет и получение российского гражданства жителями Крыма. Выдачу российских паспортов всем желающим. Наша миграционная служба планирует завершить уже к лету. Следующая группа приоритетных задач связана с обеспечением текущей жизни Крыма в нормальном режиме. Прежде всего нужно сохранить возможность беспрепятственного движения товаров через новую российскую границу. С этим периодически возникают сложности, поэтому за ситуацией нужно самым внимательным образом наблюдать. Это касается и товара обмена между Крымом и Украиной, от которого в значительной мере сейчас, пока во всяком случае, зависит экономика полуострова. Также необходимо решить технические вопросы, связанные с вхождением экономики Крыма в рублевую зону и получением местными банками российской лицензии. Официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривна продолжит своё хождение до конца 2015 года. При этом хотел бы специально отметить, что мы исходим из того, что выплаты заработной платы и бюджетникам, и пенсии, и пособия будут осуществляться по курсу рубля к гривне на дату присоединения, на момент присоединения, то есть на 18 марта текущего года. Сейчас имеются сложности с безналичными расчётами, которые пока предприятиям во многом приходится ввести в гривнах, ну и, конечно, сохраняется риск различного рода недружественных действий со стороны украинских финансовых учреждений. Рассчитываю сегодня также услышать предложение, как обеспечить безопасность финансовых активов жителей Крыма в этих обстоятельствах. Для сохранения территориального, культурного и информационного единства нашей страны дороги и связь, конечно, имеют ключевое значение. Это является основным и для Крыма. Его надёжное сообщение с Россией «Устойчивое экономическое развитие» надо обеспечить современной транспортной и коммуникационной инфраструктурой. Таким крупнейшим проектом является строительство транспортного перехода через Керченский пролив. Вы знаете, что правительство уже выпустило распоряжение, касающееся разработки его технико-экономического обоснования. Кстати сказать, можно использовать и прежние наработки, которые касались исследования технических аспектов строительства. Такие наработки были. Но в любом случае в проекции должна быть предусмотрена возможность и железнодорожного, и автомобильного движения. Известно, что геологические и гидрологические условия там непростые. Но в любом случае к концу года должно быть найдено оптимальное решение. Министерство транспорта этим занимается. Очевидно, что нужно расширить возможности портов и аэродромов полуострова, в том числе за счет организации дополнительных морских рейсов на скоростных судах и межрегиональных авиарейсах. Хотел бы, чтобы министр транспорта также держал эти вопросы на постоянном контроле. Что касается связи, нужно обеспечить скорейшее вхождение Ростелекома и его дочерних предприятий в Крым. Очевидно, недопустимо, что информация и документы, которые связаны с управлением территорией, двумя субъектами Федерации, в том числе информация конфиденциального характера, передаются с использованием мощностей посторонних, то есть иностранных телекоммуникационных компаний. С этим пора завязывать, надо сделать все, чтобы это были наши возможности, обращая на это внимание министерство связи. Еще одна инфраструктурная проблема – зависимость Крыма от снабжения энергии и водой из Украины. Эта зависимость периодически дает о себе знать, в том числе и нынешней ночи. Этот вопрос, конечно, нужно урегулировать путем международных переговоров. Но нам нужно будет выбрать оптимальный способ снабжения полуострова. Что касается электроэнергии, есть варианты подсоединения Крыма к объединенной энергосистеме России через Керченский пролив или строительство собственной генерации на полуострове. Все эти варианты нужно взвесить, причем достаточно быстро. Для этого есть неплохой потенциал, но в ближайшие годы нам в любом случае нужно будет эту задачу решать, включая и увеличение добычи газа в регионе в полтора-два раза. По оценкам экспертов, этого должно хватить для покрытия потребностей Крыма в электроэнергии. Насколько я знаю, у «Газпрома» есть инициатива. На сей счет Минэнерго должно все это взвесить и постоянно следить вообще за тем, что там происходит. Обращаю тоже на это внимание министра. Коллеги, это все теперь наша головная боль. Наши территории такие же субъекты федерации, как и все остальные. Поэтому нужно предлагать перспективные решения. Министр несколько слов об этом сегодня скажет. Все то, о чем я говорю, связано с развитием экономики Крыма. Многие аналитики сходятся во мнении, что регион может и имеет для этого все основания из дотационного стать регионом-донором. Тем более, что на полуострове достаточно развитой промышленности торговля. Но нужно помочь крымским предприятиям с поставками комплектующих и сырья, а также с обеспечением сбыта продукции, чтобы производства не останавливались и сохранялись необходимые рабочие места. Значительную роль играет сельское хозяйство, прежде всего, в выращивании зерновых культур и виноградарства. Скоро на полуострове начнется уборка зерновых. Как известно, техники там своей никогда нормальной не было. Ее и сейчас не хватает. Хотел бы услышать, что мы сделаем для исправления ситуации. Жду доклад от Минсельхоза. Надо также проработать вопрос о подключении крымчан к общероссийским механизмам поддержки сельхозпроизводителей. В общем, тоже включить их в нашу систему поддержки. Оно у нас не идеальное, но она у нас есть, она действует, и уж она точно лучше, чем все, что до этого существовало в Крыму. Это однозначно, абсолютно. И еще одна тема, которая, естественно, сейчас у всех на слуху. Необходимо максимально задействовать туристические возможности полуострова. Максимально. Уже принят ряд мер для того, чтобы в этом сезоне наши граждане могли отдохнуть в российском Крыму. Рассчитываю также услышать, как государство будет поддерживать туристов, которые выбрали для отдыха крымское побережье, включая и создание специальных возможностей для перевозки туда наших людей и использование возможностей создания низкобюджетного перевозчика. Поэтому и Министерство культуры, и нашему основному перевозчику, аэрофлоту, в этом смысле нужно будет этим заниматься. Потом предоставлю вам слово для нескольких таких коротких сообщений. Еще одна тема, очень важная, это перерегистрация собственности, включая землю и недвижимость. Росреестру нужно сформировать в Крыму территориальное подразделение, которое займется этой работой. Ее нужно вести деликатно, аккуратно, чтобы не навредить деловому климату, инвестиционной привлекательности полуострова. Но вести ее необходимо, потому что без правильно оформленного титула собственности, ни один инвестиционный проект, как известно, реализовать невозможно. Отдельно скажу о поддержке малого и среднего бизнеса. Известно, что сейчас он в значительной степени находится в тени. Надо без промедления заняться выдачей патентов на предпринимательскую деятельность. Ну и, очевидно, нам не обойтись без различного рода системы поддержки. Я еще к этому вернусь. Но думаю, что нам точно стоит подумать о подготовке правил, которые будут освобождать от уплаты налогов на переходный период тех компаний, которые платят налоги в Крыму, то есть работают там и платят налоги, и которые, естественно, перешли в российскую юрисдикцию. Стабилизировать экономику и инфраструктуру – это, конечно, очень важное дело, но не менее важной является социальная составляющая, может быть, для абсолютного большинства людей даже более важной. И один из приоритетов для правительства в настоящий момент – это забота о пенсионерах, о ветеранах, о детях, об инвалидах, которые живут в наших двух новых субъектах Федерации. Наша Конституция устанавливает, что Россия является социальным государством, и теперь все социальные обязательства нашего государства, то есть Российской Федерации, распространяются на жителей Крыма и Севастополя. Понятно, что это потребует дополнительных расходов и запуска модернизационных проектов сразу в нескольких областях. И, напротив, хотел бы это также отдельно подчеркнуть, чтобы коллеги по правительству услышали, и, конечно, наши граждане, проживающие в Крыму и в Севастополе, что необходимо сохранить на переходный период все виды социальных выплат и льгот, которые действовали в Республике Крым, в Севастополе на период или на дату присоединения, то есть на 18 марта текущего года, в случае, если такого рода выплаты отсутствовали в российском законодательстве. Жду предложений на этот счет. Никто не должен ничего потерять. Теперь в отношении пенсионной системы. Количество пенсионеров в нашей стране увеличилось на 677 тысяч человек. Из них 118 тысяч – это пенсионеры Севастополя. Уже проведена часть работы по обеспечению стабильной выплаты пенсий. Первая очередная задача – повысить пенсии жителей новых территорий до общероссийского уровня. По предварительным расчетам на эти цели до конца года планируется выделить порядка 36 миллиардов рублей. Ресурсы в бюджете для этого есть, они запланированы. График повышения пенсий должен быть сформирован в самое ближайшее время. Причем сформирован таким образом, чтобы не привести к росту инфляции. Я имею в виду то, что российские пенсии, конечно, довольно значительно больше украинских. Об этом тоже нужно думать, чтобы это не ударило по карману других жителей Крыма. Об этом графике я сообщу дополнительно. До 1 января 2015 года на территории Республики Крым и города Севастополя будут созданы территориальные органы пенсионного фонда и фонды социального страхования. Украинская пенсионная система отличается от российской, но, еще раз подчеркиваю, никаких сбоев в связи с переходом на российское законодательство в этой сфере возникнуть не должно. Еще одна большая задача – довести заработные платы работников бюджетной сферы Крыма до уровня среднероссийских. Речь идет прежде всего об учителях, медицинских работниках, работниках культуры. Эту работу также нужно провести в кратчайшие сроки. Также хочу отметить, что график повышения заработных плат мы отдельно разработаем, и я его определю и сообщу всем, кого это касается. Следующий вопрос, принципиально важный для жизни наших людей – это вопрос здравоохранения. Крым отстает по оснащенности информационной инфраструктуре в этой области, отстает существенно. Есть проблемы, скажем прямо, с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи. Не хватает современного оборудования. Отсутствует система медицинского страхования. В связи с этим необходимо обеспечить интеграцию системы здравоохранения Крыма в систему здравоохранения нашей страны. И функционирование, конечно, системы обязательного медицинского страхования с 1 января 2015 года. Но уже сейчас мы должны оказывать жителям Крыма доступную и качественную медицинскую помощь в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. С учетом того, что это требует и инвестиций, и работы подготовительной, ну и вообще эта задача сложная, она даже в масштабах страны решается не так быстро, как нам бы всем, наверное, хотелось. Я полагаю, что наши субъекты федерации не останутся в стороне от проблем новых регионов. Скажем, Москва и Севастополь уже договорились о большом проекте в области медицины. Речь идет о поставках нового медицинского оборудования. Оно будет способствовать модернизации севастопольского здравоохранения. Надеюсь, что и другие российские регионы, которые способны такую помощь оказать, поступят именно таким образом. Нам нужно поднять медицину в Крыму. При образовании коснутся и сферы образования. Я знаю, что Министерство науки и образования уже активно работает в этом направлении. Для полного завершения потребуется несколько лет, но в переходный период для крымских школьников будут созданы специальные условия. Они не будут сдавать единый государственный экзамен в текущем году и смогут поступать в российские вузы на основе обычных школьных экзаменов, так как это когда-то было и в нашей стране. Но у тех, кто захочет сдать единый госэкзамен, такая возможность должна быть, они должны или смогут это сделать в пунктах сдачи этого экзамена. По российским образовательным стандартам крымские первоклассники начнут учиться уже с 1 сентября текущего года. Времени на подготовку очень мало, работа масштабная и жду предложения, каким образом ее организовать от Министерства образования. Конечно, при всех вот этих текущих проблемах, которые я сейчас перечислил, нам нужно думать и о долгосрочных перспективах развития Крыма. И, собственно, поэтому вот в таком составе я всех и собрал, потому что оперативные поручения можно дать несколько иначе. Нам нужно будет предоставить новым регионам дополнительные преференции. Вот одну из мер я уже назвал, касающуюся освобождения от уплаты налогов. Считаю также возможным рассмотреть вопрос о создании в Крыму особой экономической зоны. Наконец, мы все совместным трудом должны создать правильный финансово-экономический инструмент развития Крыма и Севастополя. До конца первого полугодия в правительство должна быть предоставлена федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию полуострова. Подчеркиваю, полноценная программа с деньгами, со сроками, с ответственными исполнителями. В дальнейшем это ФЦП может быть переформатировано в государственную программу. Уважаемые коллеги, в истории современной России правительству впервые предстоит решать такую масштабную и многоплановую задачу. Сроки очень сжатые. Переходный период продлится до 1 января 2015 года. Условия для решения весьма непростые. Тем не менее, нам нужно действовать в темпе, своевременно и эффективно. И, конечно, не в ущерб другим задачам. За нами вся страна. Но это хороший повод продемонстрировать возможности современного российского государства. И управленческие навыки тоже. Некоторое время назад я принял решение в рамках распределения обязанностей в правительстве о том, что тему Крыма будет вести вице-премьер Дмитрий Николаевич Казак. Соответствующая группа вместе с коллегами была сформирована. Они уже этим занимаются. В ближайшее время будет создана государственная комиссия под эти цели. Все министерства и ведомства, тем не менее, и работая в рамках комиссий, и самостоятельно должны приложить максимальную степень усилий. Хотел бы еще раз подчеркнуть, это не просто, даже сравнивая с Олимпиадой, которая является мегапроектом. Но это не мегапроект. Это часть нашей страны. И я рассчитываю на ваш профессионализм и вашу компетентность. И последнее. В таком же составе мы встретимся с вами через неделю с конкретными результатами исполнения поручений и предложениями по развитию Крыма. Продолжение следует...